Ну что, друзья мои, поговорим о кормлении дикой рыбы в формате долгой и короткой сессии. Я сразу хочу сделать маленькую ремарочку на то, что ловить в диких условиях сазана на реке с каждым годом становится все сложнее и сложнее. То есть с этой рыбой реально появились проблемы. То есть то, что мы видим в рыбалке за последние десятилетия, это просто катастрофический упадок именно в количестве трофейных особей. И это уже на самом деле не смешно. Потому что сейчас, чтобы поймать дикого карпа, дикого сазана на текущей воде, это надо очень серьезную работу провести. Либо это просто должен быть какой-то мегафартовый человек, который, ну не знаю, ловит везде и просто к нему эта рыба залетная приходит. Чтобы вот так вот ловить одну за одной десятки, восьмерки, шестерки. Но я не знаю никого, вот в настоящий момент, кто бы так делал. Вот. Ну, в принципе, сазане рыбалка очень неблагодарное дело. Это уж вот сейчас точно могу вам сказать, что она дорогая стала и очень неблагодарная, потому что приходится просто колоссальную работу производить для того, чтобы ловить среднего и мелкого в доминантном количестве сазана и иметь хотя бы гипотетический шанс поймать что-то крупное. И если кто-то, ну, сейчас скажет, что это не так, я пошлю его в долгое сексуальное путешествие. Потому что, ну, для меня в этом вопросе авторитетом являюсь я и люди, которые реально практикуют, которые живут, допустим, здесь. Ну, если речь идет о в Астрахани, спросите у любого практикующего карпятника, созанятника здесь, в Астраханской области. Ну, что, типа, как с крупной рыбой стало? Да хреново как. Плохо. И если эта динамика в десятилетие вот превратила эту святую землю в такую, в такую, ну, в такое, то через десять лет, я думаю, что и рыба на три килограмма будет считаться чем-то офигительным. А шестерка будет считаться трофеем. Это я вам говорю, что в динамике даже последних пяти лет я пятнашку пятнашку не видел уже, наверное, лет до лет семь я не видел пятнашку дикую. Десяток, двенашек, ну, в прошлом году я видел на тринадцать, почти там не дотянуло до четырнадцати, но все хуже и хуже. У меня товарищ, знакомый, очень фортовый, вот я говорю про фортовость, он поймал один год, вообще не заморачиваясь, как бы вот просто ему прилетело четырнадцать и потом на восемнадцать. Вот. Ну, это чисто мега фортовый человек. Просто бог вот... Ну, это, наверное, единственный, кого я знаю из всех многих людей. Ну, это как бы... К чему я это говорю? Потому что это сейчас стало трудоемко, дорого. И вы не ловите крупную рыбу, чаще всего вы ее не ловите, нежели ловите. Поэтому вы приготовьтесь к тому, что если вы еще вдруг захотите этим заниматься, что вам придется вот потратить деньги, до хрена времени ушатать, себя немножко ушатать, тогда вопрос, зачем делаю это я? А мне нравятся трудные рыбалки, потому что они самые запоминающиеся, и ими потом я живу. Их я вспоминаю больше всего. Когда охотишься за трофеем, за вот этим исполином, ты получаешь его поклевку, и это еще и не значит, что ты его возьмешь. Ты потратишь на это кучу времени и средств, ты его тащишь, и ты его даже, возможно, увидишь, и он может еще сволочь в последний момент соскочить с крючка. И ты будешь думать, мат или там просто печаль. А если ты его еще возьмешь, то даже ты можешь заплакать. Теперь про кормление. Стало это не дешево. Почему? Потому что раньше достаточно было на две недели килограммов 50 бойлов ну может быть даже и 30 хватало потому что рыба вставала на бойл она его искала и можно было позволить себе импортному производителя который в принципе в этом деле но все же чего чего вы там не говорили он он намного круче чем наш потому что ну идеология карфишинга и вообще сырьевая база импортных производителей ну все это берется из-за рубежа приходит с европы то есть все что связано к отношению карпу не как продукта употребления в пищу а как просто культуре где карпу относится с уважением и пролечивается ранка после поимки все там тихонечко ты берешь его держишь над матом чтобы он ни в коем случае не упал у нас этого нет у нас там есть может быть 100 человек на всю россию многомиллионную прекрасную страну которая вот так а так большинстве случаев людям до карпа как ну насрать его хотят сожрать и к нему там относится ну неуважительно поэтому его так и мало если у нас народ зауважал эту крупную рыбу особенно карпа сазана его бы стало больше и он бы клевал бы везде а так у нас сожрать есть да или просто протушить даже просто взял за жабра то есть раньше хватало хватало 30 50 килограммов сейчас нужно больше идти и сейчас приходится использовать российское российское питание которое не дотягивает не дотягивает по многим параметрам ну потому что еще и ингредиенты дорогие они зарубежные и нашим ребятам приходится просто искать какую-то золотую середину и практически все наши бойлы от всех наших производителей они не имеют такой серьезно так как нет серьезной питательности то есть внутри бойла немного не так много ингредиентов и консервантов и аттрактивов и соответственно реально микроэлементов то в пролонгации бойл работает не так хорошо на долгих сессиях он не работает так хорошо как должен был бы работать так импортный бойл работают многие в пролонгации что такое про долгий бойл это когда ты им кормишь на протяжении 10 дней к примеру и на протяжении 10 дней рыба его ищет и она она чувствует что это еда и полезная для нее а у нас как получается так как у рыбы тоже из понятия ощущения любопытства как любого животного особенно если этот продукт пахнет чем-то вкусным да то есть рыба вначале может хорошо клевать на наш бойл потому что ей интересно любопытно она пробует его а потом когда это уже попадает в ее кишечник через некоторое время она понимает что это не особо как бы что это как бы как фастфудовая история вроде бы сначально вкусные здорово пахнет но она не питательная она даже возможно как-то плохо влияет на состояние здоровья то есть рыба перестанет перестает его перестает его искать и клевать соответственно него так бы как бы это бы хотелось и я пробую российское питание уже карповая долго от многих производителей и в принципе все больше и больше понимаю что ну да она у нас у всех не дотягивает уж у меня ребят простите можете меня там написать не и гадости каких-то но я говорю правду следовательно его приходится еще и брать больше потому что теперь надо вкармливаться хорошо чтобы тянуть рыбу со всех со всех как сказать щелей со всех краев до для того чтобы ну просто создавать большой пищевой ажиотаж чтобы пищевой сигнал создавать вот то есть мы берем уже сейчас не качеством а количеством просто корма для того чтобы хотя бы что-то потенциально затягивать ну у нас еще более все бойлы опять же повторяюсь в пролонгации наши отечественные работают плохо ну такая дальность значит сейчас на рыбалку в среднем я на неделю при ловле в одного как говорится я использую чего такое понятие ловлю в одного когда ты ловишь и у тебя нет помощников вот тебе необходимо что необходимо необходимо как минимум на 10 дней нужен мешок 50 килограмм кукурузы его надо сварить чтобы лопнуло зерно из в течение двух дней с бойлами добавлять или в шары с глиной или просыпать этой кукурузой вверх по течению в зависимости от чем сильнее течение чем выше нужно заезжать от точки где вы забрасываете оснастки вот к примеру если сейчас здесь течение под 260 груза то я отплываю как минимум 100 метров и просыпают с совком понимаете да вместе с если в шары то я бы отправил от от плываю где-то метров сорок шары глиняные когда ты ловишь в 1 очень неблагодарное дело это это факт это со старта когда вы начинаете рыбалку и вы свежие силы вы можете это делать неделю а потом вы уже просто ну хочется слово одно с так сказать но это 21 плюс вы устаете лепить эти шары и уже трескаются и руки от глины и высшая сами же здесь постоянно жаритесь парить варитесь в общем тяжелая тема значит нужно два тире мешок кукурузы и на ней на 10 дней надо килограммов 120 120-150 бойлов вот и желательно уходить от темы винегрета брать максимум собой четыре позиции причем три из них сладких одна из них должна быть именно мясная принцип работы какой ну вот у меня как у опытного человека в этой теме сначала первые два дня я кормлю даже три дня я кормлю фруктами к примеру слива орех ну сладкой группой и у меня в старте например кукуруза потом я уберу у меня с 4 дня кормление убирается кукуруза и ставится два дня допустим только мясные бойлы то есть монстр краб только один монстр краб желательно кормить можно принцип кормления что есть один базовый закорм на ночь или это утром зависимости от того как вы видите активность рыбы то есть нельзя кормить тогда когда она клюет массированный закорм делать и в течение дня вы работаете коброй цельными шара цельными бойлами причем ставится кукурузу чтобы загнать пригласить на на точку рыбу вы пригласите все леща карася подлещик всякую хероптень которая заходит просто и начинает делать пищевой сигнал понимаете да было это то что подтягивает если рыба начинает концентрироваться собирать она невольные зарядит и начнет жрать кукурузу и бойл в том числе потом вы переводите только бойлы и оставшуюся сессию если вы на 10 дней приезжаете вы работаете только бойлами равномерно распределяя основную часть на первые семь дней и на оставшиеся три дня уменьшаете как бы дозировку и вас принцип кормления такой три дня фрукты один день рыба три дня фрукты один день рыба то есть рыбных бойлов их должно быть меньше это если лето осенью по-другому три дня рыба и специи один день фрукты понимаете да меня для чего нужно эти к и и и обычно вот я беру говорю четыре вкуса и работаю допустим только с ними плюс например я могу взять еще какие-то насадочные вариации опять же только в группе того производителя которым я ловлю для того чтобы то что скелет бойла он должен быть одинаковый не надо брать с собой 10 производителей один производитель макси ну максимум два это стараться вот только если слива слива то есть вот четыре вкуса допустим у вас две слива двух производителей там ананас от двух производителей понятно да не надо делать винегрета не надо брать 10 видов бойлов вы тогда и вам будет очень сложно контролировать рыбу очень сложно понимать как ее ловить если вы взяли 10 вкусов по мать и 10 вкусов надо перепробовать потому что если вы все эти 10 вкусов поставили на дно в шарах или так россыпью совком рассыпали до на скатера то у вас вам надо все это попробовать и причем не факт что эти 10 вкусов будут работать в чистом виде обычно бывает как вот ты три дня кормишь например сливой и орехом потом уходишь например в монстр краба так вот так получается вот у меня что работает не чистая сливы или чистый орех работает половинки две двадцатки сливы и подрезанный сливы и орех то есть вот такая комбинированная насадка вот а если у вас 10 видов и вы все этой фига кнули на дно вы прикиньте что там как вам придется из извернуться вот то есть мы должны себя поставить в такую позицию чтобы у нас была потенциальная возможность каким-то образом канты иметь условный контроль над рыбой и сужая в круг вкусов вы себе с позволяете как сказать лучше сконцентрироваться на предпочтениях рыбы то есть вы понимаете ой у меня только четыре вкуса а какой же вариант может быть может быть вариант там такой секой то есть вы едите ну вы у вас вам не так нужно будет много заморачиваться вы больше будете заморачиваться на длиной поводка размером крючка и дистанционной подачей то есть как правильно раскидать палки чтобы у вас не было пересечений по чтобы у вас забросы удилищ не мешали вам проходом рыбы это очень важная тема еще отдельная поэтому на рыбалку сто сто двадцать килограммов плюс два мешка кукурузы или один ну лучше один жидкости сколько нужно жидкостей но на самом деле жидкости можно брать какие-то просто аттрактивные аром аромы миласа обычная или просто какие-то вот именно глицериновые ароматизаторы в том числе отечественного производства от того же по и желательно производителя которого и бойлы и опять же пересекающиеся со вкусом тех бойлов которые вы которыми вы кормить то есть какой-нибудь там ликвид ананас и ликвид сливы и ореха и монстр краб то вот четыре вкуса до дипы нужны но опять же это может и не сработать то есть для насадки когда вы уже можете вам же надо как-то выделять на фоне всего того чего вы там забросили вот этим ярким ароматом насадку то есть поэтому периодически надо пробовать диповать у меня здесь дипованные вообще не работают по бороде вообще дипованный бойл кидаешь он не работает ну вот это то что я думаю о кормлении вот и это работает и это сто процентов работы рабочая схема главное правило 4 вкуса когда вы начинаете получать первые поклевки вы делаете все заметки и в время вы не можете кидать массированно корм я имею ввиду рассыпать его то есть исключаете вот этот пункт не надо кормить тогда когда он клюет большим объемом вы будете отвлекать его от насадки а кормить надо тогда когда не клюет тогда это просто вылеживается там это же фонит по дну и приглашает рыбу все как-то как-то так вот кукурузу только в начале если вы едете на короткую сессию трое суток то тогда все проще вы ставите маленький объем кукурузы и большой объем бойлов со старта у вас один большой стартовый за корм и потом в течение и опять же только в тех бойлах которые вы которыми вы кормите вы берете на рыбалку на три вкуса плюс кукурузу вкармливаете со старта хорошо в первый день только кормите например два раза а потом вот эти еще двое суток вы по чуть-чуть по чуть-чуть подаете там но не в таких больших объемах корм на трое суток но я думаю килограммов где-то может быть килограммов 20 кукурузы и килограммов 20 бойлов вам вполне может хватить ну как то так так что друзья мои ловите с умом ждем сазана пока что-то у нас сегодня не радует ваше здоровье пью кофе взял на базе ну сделай красиво не могет очень хороши два пацачика вот узло и вот узло этот как-то даже пытался паровозить дуплетик мелких сазанчиков что за безобразие и а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok